В Твери, в жилом двухэтажном доме, построенном в 50-м году, рухнула стена, из-за чего жильцы вынуждены мерзнуть, готовить всем домом на одной газовой плите и ходить в туалет на улицу. При этом здание аварийным не признано, однако недавно, в преддверии холодов, там все же начали ремонт, который уже ни одну неделю почти не сдвигается с мертвой точки. Когда дом вновь станет полноценным жилым объектом, попытался выяснить наш корреспондент. Жительница дома Светлана Егорова показывает, какой была планировка в их общежитии до того, как не стало одной внешней стены. Здесь вот красная дверь на втором этаже и зеленый с голубым стены – это кухня. Вторая дверь – это мужской туалет. Третья дверь – это женский туалет. Дальше душевая. В марте этого года осыпалась часть стены из-за хронической протечки крыши. В доме решением администрации города ввели режим повышенной готовности и было решено отремонтировать стену. Но рабочие появились лишь спустя месяцы и первым делом начали демонтаж. Технология ремонта вызывает много вопросов у жильцов. Стена начала осыпаться самостоятельно от того, что она замыкала. И потом вот решили начать это не летом, а к зиме поближе разрушить это все. У меня, допустим, комната вот рядышком. И я боюсь, что у меня стена рухнет. Мы решили не выселять дом, не сносить его, а просто подремонтировать, заменить часть стены. Смысла в этом я не вижу, потому что к шлаку привязать какую-то другую стену очень сложно. Сейчас на месте уборной и кухни гуляет ветер и квартируют птицы. В комнатах, соседствующих с этими помещениями, немногим теплее, чем на улице. Единственная душевая без света, отопления и воды. А остальные удобства во дворе. Эти биотуалеты здесь не для рабочих, а к услугам самих граждан. При этом в доме проживают два инвалида-колясочника. У одного конечность ампутировала, он на коляске, его забрала сестра. А второй, он ходит в туалет в ведерко и ведерко выливает в окошко. А что ему еще делать? Ночью в туалет, при минус, сейчас уже минус, очень не комильфо. Внутри дома обстановка не лучше, крошатся потолки и стены. Там прописано около 50 человек и осталась работа, всего одна газовая плита. На всех. У вас дом-то аварийным признан? Нет. И никто его не собирается признавать аварийным. Главная проблема дома – изношенность. Ведь ему 75 лет, плюс постоянная течь крыши. Жалуются граждане. Капремонт кровли запланирован на 2025 год, фундамента на 2034. Управляющие компании сменяют друг друга, а проблемы остаются. Жильцы писали жалобы, в том числе в прокуратуру, но пока ответа нет. Их волнует, почему ремонтные работы начались только в преддверии зимы. А мы пытались вызвать их, ну, по крайней мере, подрядчику говорили. Пусть придут, хотя бы нам объяснят сроки, что и где мы должны, и как. А ждать осталось недолго. По данным администрации Твери, в доме долгое время не было управляющей компании. И проблемы оставались без внимания и со временем обострились. Сейчас ведутся работы по заказу департамента ЖКХ на средства из городского бюджета. В ближайшие дни начнется кладка стены. Работы завершатся до конца декабря текущего года. Поэтому новогодние праздники жильцы отметят, скорее всего, в тепле и с удобствами. Продолжение следует...